Продукт, да, архитектурное произведение, наша работа, безусловно, должна быть хорошей. Хорошая, значит, качественная. Что такое качество? Ну, попробуем порассуждать, потому что, на самом деле, нашу архитектурную деятельность можно разделить на два вида деятельности. Качественным может быть проект, но в любом виде деятельности, да и вообще по жизни. Это философский закон, бесконечно важен результат. Результатом нашей деятельности в конечном итоге является реализация. Поэтому архитектурный продукт, которым ты занимаешься, должен быть реализован с наилучшим качеством. И тут надо принимать во внимание все аспекты и свои возможности, и технические, и бюджетные возможности заказчика, и так далее, и так далее. И уже исходя из этих вводных данных, ты уже принимаешь решение, какого качества, каким качеством должен обладать тот продукт, который ты собираешься реализовать. Когда речь идет просто о проекте, у которого есть шансы быть реализованным, но который, в принципе, он может быть проектом студийным, он может быть проектом конкурсным. Тогда он уже, собственно, самооценен. И тогда уже вступают для себя. Да.21 Gregoryaina. Лично начинают работать уже несколько другие законы, несколько другие приоритеты. То есть ты заботишься об идеальной форме. Ну, архитектура – это многоаспектная профессия, это многоаспектная деятельность. Это идеальная форма, это идеальная функция, это идеально должно работать, это должно соответствовать всем требованиям экономики, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс процесс, это должно приносить эмоциональное удовольствие, и это должно приносить физическое удовольствие в том смысле, что это приносит деньги, потому что в пустоту архитектор не работает, в одиночку архитектор тоже не работает, он должен думать о себе и о своих коллегах, с которыми он работает. А если говорить вообще просто об идеальном качественном продукте, ну что, есть идеально качественный продукт, его можно привести к каким-то совершенно простым элементарным параметрам. Идеальная форма, идеально спропорционированная форма, идеально запроектированный объем, в котором нет ничего лишнего и который абсолютно достаточен сам по себе. Ну что тут еще можно сказать? Нет предела стремлению человека к совершенству. Ну если говорить конкретно, если говорить не конкретно, если говорить абстрактно об архитектурной деятельности, как бы оторванной максимально, насколько это возможно, абстрагированные или оторванные от практики, от реальности, от жизни, да, безусловно, безусловно, конечным, еще раз повторюсь, наверное, это уже будет неприличное повторение, но, тем не менее, конечным результатом архитектурной деятельности все-таки является форма. То есть по форме, что бы мы ни говорили, какие бы аспекты мы ни принимали во внимание, социальные, экологические, экономические и так далее, наш результат оценивается по форме. По той форме, которую мы создаем. Форма включает понятие формы, включает в себя все, в том числе и форма образования как таковое. И понимание, как эта форма выполнена, то есть пропорционирование, все прочие компоненты архитектурного продукта, ритмический ряд, там бла-бла-бла, в общем, все вот это для меня имеет действительно большое значение. Какой-то именно, ну не знаю, первородный, скажем, первородный жест или первородный прием, который родился конкретно именно там вот, я не знаю, там в пространстве нашего бюро или конкретно в моей голове. Для меня это будет очень, для меня это будет очень ценно. И это будет, наверное, ценнее, чем та же великолепная выполненная, выполненная реализация, если что-то получается действительно сильное и хорошее. Форма как конечный предмет, ну что ли, художественного, как конечный художественный продукт, безусловно, она может выражать или отражать именно то настроение, тот художественный мир, или то озарение, которое пришло, и нести какой-то посыл, месседж. Рецепиенту, да, что вот я вот придумал такое-то, 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 безусловно, это никакими формулами, никакой математикой, это не, измерить невозможно, и как бы определить, наверное, довольно сложно. Хотя, 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 ну, математика же, наука, наука коварная, и очень, и очень даже, и очень даже непростая, и поэтому испокон веков, даже тысячелетия пытаются именно найти эту формулу, нащупать эту формулу красоты, и в чем-то здесь можно согласиться. Да, существуют математические законы, которые определяют, что человеческий глаз, или, в общем-то, что человеческое восприятие именно поднимает, поднимает именно под красивой формой, под красивой пропорцией, что хорошо, что плохо, и те же самые ритмические ряды, или пропорциональные ряды, я уже не говорю там про ряд Фибоначчи и так далее, но да, они, этого никто не отменял, если в твоем пропорционировании что-то такое можно вычислить, можно потом, всегда это можно потом, как бы, проверить себя на совпадение именно с каким-то математическим рядом, и если это совпадение получается, то, честь тебе и хвала, значит, твои ощущения интуитивные, но интуитивные, но они не столько интуитивные, сколько, наверное, уже наработанные, это уже где-то там на кончике пирали, на кончике карандаша, это где-то как-то чувствуется, наверное, так. Вот, ну, сейчас, безусловно, в годы обучения этому придавалось, я, во всяком случае, придавал большое значение, да, именно математическим или геометрическим поиском красоты, но сейчас в значительно меньшей степени, потому что больше полагаешься именно на какие-то другие вещи, ну и на какие-то другие понятия, хотя иногда время от времени, иногда, иногда и соображения, я буду абсолютно искренен, иногда и соображения просто чистого любопытства, ну, дай-ка, думаю, себя проверю, ну, или себя, или своих коллег, как у них получилось, почему-то мне это, мне кажется, каким-то невероятно красивым или крайне, или наоборот, крайне удачным. Да, в своей практике я и, в общем-то, и мы, мои коллеги, мы стараемся, в общем-то, сделать, действительно привести то архитектурное задание или тот архитектурный продукт какой-то, ну, максимально, насколько это возможно, простой и максимально выразительный для, и уместный именно для конкретного, для конкретной ситуации оптимальной форме. Но жизнь, она непроста, вот, и в любую форму, в любую форму упаковывается какое-то, какое-то, не какое-то, а вполне конкретное, ясное содержание. Иногда это содержание ровное, однородное, ну, например, когда ты имеешь дело с жилыми домами, когда, или там, ну, скажем так, с гостиницами, где там один и тот же повторяющийся, повторяющийся, элемент, вот, но чаще всего, всегда есть что-то выходящее, выдающее, выдающееся из вот этого, из вот этого ряда. И, как правило, именно вот эти вот элементы, наиболее активный элемент, они, как правило, себя выдают, и для честной архитектуры, почему бы это, почему бы это не выявить, именно, именно вот это вот, именно, именно вот это вот проявление, и зачастую это дает хороший, хороший эффект. Но, в принципе, я на эту тему когда-то давным-давно, ну, не давным-давно, много-много-много рассуждал, да, потому что есть некая, некая геометрически выверенная оболочка, и есть внутреннее содержание. Внутреннее содержание иногда должно прорваться наружу, во-первых, оно должно о себе заявить, что я тут, я здесь, я вот такой, я этот. Не спутайте меня, не спутайте меня ни с кем. Поэтому в каком-то месте, да, форма разрывается, ломается, оттуда что-то, что-то выскакивает именно свое, индивидуально, это придает зданию или объекту, или, возможно, и градостроительному образованию, именно ту самую индивидуальность, о которой мы мечтаем, хотим получить. Безусловно, качественный уровень, средний качественный уровень архитекторов и архитектуры, он, безусловно, вырос. Это легко объяснимо, потому что, слава богу, мы живем в едином информационном, культурном поле, происходит нормальный процесс общения и со своими коллегами, и с иностранными коллегами, в общем-то, никаких таких суперсекретов чисто технологических или чисто методологических уже не существует. То есть мы все прекрасно, практически все более-менее, ну, профессиональное бюро, они, в общем-то, понимают и алгоритм работы, и понимают, как работать с заданиями на проектирование, как работать с технологиями, как работать с материалами. Да, это да. Но что касается стагнации, но что касается стагнации, да, она, безусловно, присутствует. И присутствует в первую очередь, на мой взгляд, на мой взгляд, это, ну, два, наверное, момента. Это первый момент, это чисто экономический момент. Амбиции есть, ну, в первую очередь у заказчиков, у застройщиков сделать что-то невероятное такое, чем можно поразить и потребителя, и, в общем-то, и покупателя, и весь мир. И весь мир, а с другой стороны, в общем-то, все взвешивается своими возможностями. Своими возможностями, денежными возможностями, технологическими возможностями и так далее. Поэтому в какой-то момент все это успокаивается. Конечно, это транслируется, это передается и на нашу архитектурную деятельность. Второй аспект — это уже аспект ментальности. Причем ментальности уже не столько архитектора, сколько именно потребителя и застройщика. То есть есть, на мой взгляд, абсолютно неправильно и превратно понимаемая парадигма или расчет, или ориентация на какой-то среднего покупателя, на усредненный вкус среднего покупателя, которому нужно непременно потрафить, которому нужно непременно потакать. Но это путь в никуда, это тупик, потому что это путь, это всегда шаг, это даже не ходьба на месте, это шаг назад, а то и два шага назад. И архитекторы, ну да, надо работать, надо получать заказы, они пытаются между вот этими пожеланиями, которые, безусловно, нужно уважать, и своим пониманием того, как это должно быть, они как-то маневрируют, но, получается, пытаются найти какое-то палеотивное, компромиссное или, там, палеотивное хотя бы решение. Ну и получается то, что получается. Получается, в конечном итоге, тоска иску.